Про Михаила Ефремова вопрос. Возможно, вы связывались с кем-то из его знакомых, поскольку были сообщения о том, что Михаил Ефремов якобы просился на СВО танкистом, но это все очень спорно. Известно ли вам что-то бывшим коллеге? Нет, нет. Миша Ефремов на СВО танкистом забавно. Нет. Миша самый лучший, самый замечательный, великий Михаил Ефремов. Если бы я мог сыграть хотя бы десятую долю того, что сыграл Миша, я был бы счастлив. Я могу говорить о Мише только как о великом актере. А что там у Миши в голове, какие у него танкисты, это я не знаю. Вот как раз о ролях спрашивает наша зрительница Марина. Алексей, какая ваша любимая роль в кино или в театре? Задает она такой, кажется, простой или непростой вопрос. Представляете, как ни странно, я удивляюсь этому сам себе. Я сыграл в театре много интересных спектаклей, ролей. Самое большое мое счастье в театре, то, что я играл с великими артистами рядом. Ничего такого выдающегося в театре я не сыграл. Ни в театре Табакова, нигде. Моя самая большая счастье от театра, то, что я был с великими артистами. С Владимиром Абрамовичем Этусом, с Шалевичем, Славом Антоновичем. Ирина Ивановна Алферова замечательная. Она, может, конечно, не самая великая актриса, но она прекрасный человек, и я ее очень люблю. И Лариса Анатольевна Лужина, и Танька Арнгольц, и Андрей Харитонов. Я сыграл с замечательными игралами артистами. Но так вот случилось, что меня все время спрашивали, а какую бы вы хотели сыграть роль? Я всегда, вот насколько я себя помню, с 18 лет, все время говорил о том, что у меня нет такого, что прям вот я хочу какую-то роль сыграть, что я прям сплю, живу с ней, этой ролью. Но я всегда говорил про утину охоту. Я все время говорил про Вампилова отпуск в сентябре и про то, что сыграл Олег Даль. Я всегда вот пытался на себя примерить вот эту роль Олега Даля в утиной охоте. И так случилось, что сейчас, уехав из России, мы как раз играем спектакль по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». Великий Гельман, слава богу, живой. В свое время эту мою роль играл Табаков с Дорониной, оставил это как раз папа Миши Ефремова Олега Николаевича Ефремова во МХАТе. Мы играем спектакль «Скамейка». Пока я жил в Испании, мы играли с украинской актрисой, с Верой Куценко. Сейчас я переехал в Лос-Анджелес, мы его возобновили. Играет Оля Демидова, русская актриса, режиссер Александр Александрович Атанисян, который снял «Сволочи» 24 часа. Он подключился, помог нам переделать спектакль. И так получилось, что я играю, в принципе, Олега Даля-Зилова. И эта роль меня спустя сколько лет догнала. И я, играя этот спектакль сейчас, особенно вот в Америке, когда мы его переделали, я понимаю, что я играю Зилова. И в театре я сейчас, наверное, играю самую свою лучшую роль, которая мне очень нравится. А в кино, понимаете, такая история, что, говоря о кино и о своих ролях в кино, их больше ста. Я все время вспоминаю больше, что было вокруг, вот ту атмосферу. И когда меня спрашивают, какая любимая роль, это не всегда связано с ролью, это связано с тем, как это делалось. Мы опять-таки вспоминаем вот... Да, мы вас видим хорошо, Алексей, слышу. Да, там что-то отрубилось. Мы опять-таки вот сейчас вспоминаем, вспомнили, заговорили про Леву Би-2. И вот сейчас я в голове кручу и вспоминаю, как мы снимались много лет назад вместе с Левой. Егор Бероев еще был. И у Мурата Ибрагимбекова в сериале «Москва не сразу строилась». Я помню в голове картинки, как Лева, как в квартире какой-то двухкомнатной хрущевки, перерывах между съемками, на каком-то диванчике. Гривагина не было вагончика. Тут съемочная группа, тут что-то над головой таскают. Тут мы спим. Эту атмосферу у меня в первую очередь это. Потому что вот прямо сказать, что какая моя любимая роль, я не знаю. Я вспоминаю свои романы во время этих съемок. Я вспоминаю какие-то безумия. Моя роль самая любимая – это Алексей Панин. Такую роль не сыграть ни в одном кино. Но вы успешны в своей роли Алексея Панина, как вам кажется? Да. Драматургия просто перфекто. Такие прям… Метаморфозы. Эх, американские горки. Такие американские горки. Ни один сценарист не напишет. А вы сами не думаете, кстати, книгу писать? Тех метаморфозов, которые с вами… Нет. Не надо. Нет. Также наши зрители спрашивают вас, Алексей, будете ли вы просить политическое убежище? Нет. Возможно, вы как-то упоминали об этом? Почему-то такой вопрос возник. Я не упоминал. Я вам сейчас хочу доложить. Это я не хочу никого обидеть. У людей в голове такая каша. Слышу звон, не знаю, где он. Иногда бывает, людям вот просто уже разжевываешь что-то. Проходит время, и ровно на этот вопрос с точностью да наоборот. Думаешь, ну, ё-моё, ну, уже руки опускаются. Ну, вы прям вот вроде разжевали. Это черное. Это белое. Извините, а что из этого что? Нет. Какое политическое убежище? Зачем мне политическое убежище просить? Я резидент Испании. У меня вид на жительство Испании. Я абсолютно легально проживаю в Америке. У меня здесь все там social security, разрешение на работу. Зачем мне просить политическое убежище? Ещё раз говорю, я сейчас ездил сниматься в кино. Я не буду рассказывать, что за фильм, потому что снимал его русские режиссёры, русские продюсеры. Снимали в пяти странах мира. Очень большой проект. И просто нельзя, я чуть ли не кровью подписал, а не разглашение. И я говорю, меня проверяли. Я нигде не прохожу в цивилизованном мире как преступник. Пацаны не извиняются. Ему дают готовые стихи. Как ему говорить, что где надо сниматься, в каких ролях. Он снимается. Играет и убийца, и не знаю, кого угодно. А тут исполняет. О какой оппозиции может идти речь? Ещё раз говорю, если я вам показывал бы фотографии, где Путин ограждает тебя, это, конечно, часть. Его портрет, у него вот кухня, где кухня, где дверь. Прямо наверху, вот фотография, это портрет Путина. Я сам смеялся. Я думал, это что такое? А говорят, да что? Я говорю, вы к ним относитесь хорошо. Говорит, очень хорошо. Я говорю, подождите, вы же про него постоянно же, говорю. Фигачи ты с утра до вечера. Говорит, ну за этим мне платят деньги. А я читаю, исполняю. При чём, говорит, из-за моей оппозиции? У меня другая оппозиция. Жизнью я получил всё, о чём я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было и не одна. Я мечтал о доме на Рублёвке. Ну, когда вот это всё началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублёвке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я всё получил. И материально, и творчески, вот всё. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определённым событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно всё, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Всё, что со мной попало в сеть, я имею в виду... Это всё взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему, но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, всё это вываливать во всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Всё. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». А, когда? Да, поэтому... Оу, блядь! Оу, блядь!